Всем привет! Меня зовут Елизавета. Я художник по металлу. Мне нравится придумывать новые элементы, добавлять их в работы и делиться своими открытиями. Поэтому я сделала ролик об изготовлении жаба лампы. Он подойдет больше для тех, у кого уже есть некоторый опыт работы с металлом. Однако, новички также смогут подсмотреть некоторые интересные приемчики для себя. В общем, надеюсь, будет полезно и интересно. Смотрим! Для начала концепт. Я люблю делать скульптуры, но неутилитарную вещь сложнее реализовать, поэтому постоянно ломаю голову, как бы совместить оба аспекта. Так и рождаются подобные штуки. Я вижу тот же плафон в магазине и уже сразу думаю, как бы мне его применить в своей работе. Для жаба лампы использую лист 3-4 миллиметра, из которого буду делать основную форму тела. 45-й уголок длиной 1400 миллиметров и с толщиной стенки 4 миллиметра для лап. Лист для крыльев можно будет использовать тот же самый, что и для тела, но есть варианты сварить крылья из проволоки, тогда 5-6 миллиметров для оной будет оптимально. Конечно же плафон. Я нашла свой в секонд-хенде и он вполне в неплохом состоянии. Толстое матовое стекло с ненавязчивым узором. Подобные плафоны всегда можно найти в магазинах для стройки и ремонта или же дать вторую жизнь какому-нибудь из своих старых светильников подобного типа. Для крепления плафона к самой жабе я буду использовать ось и одну гайку с шайбой. Еще нужны 20-миллиметровые подшипники для глаз, патрон с вилкой и выключателем для лампочки Е27 и мелкая лампочка с желтым светом. Для крепления патрона понадобится самый обычный хомут из строительного магазина. Склеиваю несколько листов бумаги формата, близкого к А4, чтобы сделать первую выкройку, основную форму, то бишь тело жабы. Беру плафон и просто обвожу его карандашом. Диаметр моего плафона странный 253 миллиметра, но это не важно, так как подгоняю металл к стеклу, а не наоборот. Далее нужно найти центр круга. Для этого черчу циркулем, отталкиваясь от любой точки на линии круга, две окружности любого большего диаметра, чем основной круг. Прикладываю линейку к точке их пересечения в центре и провожу линию. Зачем искать центр? Надо оставить припуск на заготовке, чтобы при выколотке формы металла хватило. Я добавляю 35 миллиметров чисто на глаз. Конечно, все это можно рассчитать при помощи формул, но мне лень. Забегая вперед скажу, что в итоге хватило припусков 15 миллиметров, но это не суть важно в моем случае, все равно пришлось бы подрезать заготовку по плафону. Вырезаю выкройку и переношу ее на лист металла. Прохожусь по маркерной разметке болгаркой с отрезным диском, для того, чтобы впоследствии легче было резать газом. Так лучше видно линию и меньше шансов случайно зайти за нее. Отрезаю все равно с небольшим зазором, чтобы хаотичное движение пламени не задело края моей заготовки. Резаком орудовать непросто и не у всех есть газовый пост, так что данную заготовку вполне спокойно можно вырезать болгаркой. Просто это будет гораздо дольше, грязнее и мучительнее. Ничего не чищу, не ровняю, сразу в горн. Для выколотки можно использовать молоток с круглым бойком и кузнечную плиту, но вместо нее подойдет также любая аналогичная полусфера, зафиксированная на наковальне. Большую часть времени я работала именно на самодельном инструменте, но сейчас есть возможность наконец-то шикануть. В данной мастерской имеется ручной механический пресс, так что большую часть гибки я совершаю на нем. Это гораздо быстрее и удобнее. Если у вас нет пресса, но есть крепкий выносливый помощник, то можно вручить ему кувалду и выколотить нужную форму не менее быстро. Заготовка из толстого металла, потому что при деформации он практически не дает вмятин с лицевой стороны и выглядит добротно. Размечаю глаза, нос и рот. Для проверки симметричности можно провести ось по центру заготовки, а затем прочертить перпендикулярную линию для глаз. Но я все делаю очень примерно, так как это художественная работа и идеальная точность здесь не требуется. Сами будущие глаза где-то миллиметров 40 диаметром, так как потом добавятся еще подшипники диаметром 20 миллиметров и нужно оставить пространство для них. Расстояние между глаз у меня 60 миллиметров, а отступ от края заготовки 65. Здесь без помощника уже будет трудновато. Если у вас есть хорошо отлаженный пневмомолот, можно подготовить оснастку для него и сдюжить в одиночку. В моем случае быстрее было выбить глаза вдвоем. Для работы использую все тот же молоток с круглым бойком и подкладную форму с углублением. Она опять же может быть любого типа, но важно, чтобы диаметр углубления был максимально близок к нужным размерам, чтобы вокруг глаз оставалось меньше следов. Молотков было несколько на выбор, так что мы методом пробы подобрали самый подходящий. Далее нос. Размечаю с изнанки такой вот треугольник. Именно в его пределах будем выколачивать. Самая глубокая, то бишь высокая точка, центральная линия. Для выколотки использую молоток с бойком-продольным клином. Пойдет и любой аналогичный по форме ручной инструмент. Подкладываю под нос треугольное углубление. Подобное можно самостоятельно изготовить болгаркой из толстой стальной болванки. С той же целью, чтобы на чистовой поверхности оставалось меньше следов. Выколачиваем нос. Сначала вертикальное ребро. Затем горизонтальное. После подравниваю переход от ребер к плоскости. Финальную доводку произвожу с лицевой стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иногда можно перестараться порвать металл или оставить слишком глубокие следы на лице при осуществлении данных операций. Я отношусь к этому спокойно. Мелкие огрехи подвариваю и аккуратно чищу лепестковым диском. Если ваша работа не будет покрашена, то рекомендую дополнительно обжечь подобные места, легонько обстучать мелким молоточком и пройтись корщеткой. Тоже без фанатизма. Если вам лень или пока сложно вытягивать нос из цельного куска, то вполне спокойно можно заменить его деталью из того же листа или уголка, приварив и зачистив тем же способом. Такое вот получается лицо. Да, пока оно напоминает человечье, но это временно. Пришло время подогнать тело к плафону. Для этого укладываю оной на заготовку, выравниваю все это дело на глаз и делаю разметку чертилкой. Перед тем, как резать, важно учесть, что у отрезного диска есть своя толщина и резать он будет под углом. Поэтому я веду болгарку по наружному краю размеченной линии, получая нужный срез. Эта операция требует навыка. Заготовку лучше всего держать в руке и медленно поворачивать навстречу болгарке. Если удалось выколотить более-менее ровную полусферу, то болгарка сама как бы встанет на рельсы и вам останется только следить за ней. Да, эта операция выглядит совершенно неизящно. Если у вас есть идеи, как отрезать лишнее в таком случае быстрее и легче, жду ваши предложения в комментариях. Зато результат радует. В конце слегка прохожусь по срезу лепестковым диском. Пришло время спроектировать лапы. Для вас в описании под данным роликом я оставлю выкройки лап со всеми размерами, если будете делать жабу схожих габаритов с моей. Но принцип, по которому работаю, все равно считаю полезным объяснить. Если я делаю стилизацию, опираясь на реальную форму животного или предмета, то всегда смотрю на первоисточник. В данном случае нашла несколько снимков жабы и сверяюсь с ними. Но рисую уже на выкройке материала, из которого лапы будут изготовлены. В моем случае это 45 уголок с толщиной стенки 4 мм. Чтобы снять точный размер с уголка, просто прикладываю к нему лист бумаги, прижимая он и по форме. Провожу пальцами с усилием на ребрах. Начать проектировать на бумаге очень важный и полезный процесс для быстрого и эффективного обучения, на мой взгляд. Как вы могли заметить, передние и задние лапы имеют разное строение, как и у реальной жабы. Прикладываю к уголку сделанные выкройки и обвожу их маркером. Задние лапы имеют непростую конструкцию по моей задумке, но их можно сделать сварными из нескольких частей. Лично я просто люблю бросать себе вызов и изобретать что-нибудь новенькое. Передние лапы полностью вырезаю болгаркой, так как они короткие и это быстрее. Продолжение следует... А вот задние уже газом, за исключением пальцев. Их заранее тоже прорезаю болгаркой, чтобы все было четко. Также предварительно разметив линию, реза отрезным диском. Когда режешь на улице, трудно понять силу пламени резака из-за яркого света. Лучше уж работать в помещении. А вот почему иногда болгаркой отрезать что-то быстрее, чем газом. Потом все равно приходится чистить облой. Я использую гриндер и зачистные фибровые диски, что ускоряет процесс. После все лапы сглаживаю лепестковым диском, подготавливая их к ковке и гибке. Продолжение следует... Как видите, не доводило до идеального состояния торцы. Потому что запланировала их чутка проковать. Придаю им более плавную форму молотком. Но при этом делаю удары слегка под углом в наружную сторону лап. Чтобы осадить края красиво. Не забываю подравнивать заготовку на плоскости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Теперь куем пальцы. Для этого использую шпирак с круглым рогом. Если у вас есть наковальня с тонким рогом, то можно все сделать и на ней. Отгибаю два пальца, чтобы получить доступ к тому, над которым собираюсь работать. Изначально на выкройке они уже были кленовидными, так что мне остается только их хаотично проковать, придав более живую форму. Тут кому как больше нравится, как по мне кривые витиеватые пальцы жабе будут к лицу. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сложность в гибке задних лап мне надо согнуть их не просто пополам, а еще и под углом. Причем обе зеркально относительно друг друга. Для этого черчу на заготовках такой вот ром, чтобы он подсобил мне в процессе. Сами лапы тоже подписаны, левая и правая. Грею резаком именно размеченный ромб. Упираю заготовку в рог и гну также под углом, как согнула бумажный макет. Дело непростое. Требует некоторого навыка и концентрации. Субтитры подогнал «Симон» Когда колено сформировано, я грею заготовку в гарне и раскрываю бедро задней лапы. Так как оно у нас самое широкое место. После подгоняю верхнюю часть голени к бедру, чтобы примыкала плотнее. При помощи вилки делаю последний загиб нижней части голени. КОНЕЦ А дальше уже идет чисто художественная работа. Придать лапам гибкости и живости. Чуть согнуть в разных плоскостях, чтобы она не смотрелась топорно. Мне надо, чтобы задняя лапа примыкала к телу под определенным углом. Поэтому постоянно прикладываю ее и проверяю. Тут можете заметить, что подгибаю внутрь самый нижний сустав. Это нужно для того, чтобы все части лапы хорошо читались и давали ощущение объема. Для этого также зажимаю лапу в тиски и выворачиваю этот же сустав вилкой. В самом конце смотрю общий вид. Подгибаю предварительно пальцы, но стоит помнить, что окончательно их формировать лучше после соединения лап с телом. С передней лапой проще. Грею ее целиком в горне, раскрываю и гну тугой на роге наковальни. Чтобы сама ладошка с пальцами выглядела естественнее, тоже зажимаю ее в тисках и выворачиваю почти параллельно полу. Сразу начинает напоминать живую лапу. После такого радикального загиба появляется некрасивый залом. Так что правлю его молотком. Финальный штрих. Подогнуть верхнюю часть лапы ближе к телу. Ну вот и все. Осталось повторить все то же самое, только зеркально-симметрично. Пришел черед крыльев. Выкройку и даже чертеж в векторе я приложу в описании под этим видео. Мне очень нравятся стрекозины крылья, так что я, недолго думая, нашла их силуэт на просторах интернета, слегка подкорректировала под особенности материала и все так же вырезала макетным ножом выкройку из бумаги. Эти крылья можно изготовить как из листа при помощи газового резака, так и сварить из проволоки сечением 5-6 мм или вообще заказать резку на лазерном станке. У нас же к тому времени появилась ручная плазма, которая отлично подходит для данных задач. Для удобства резки предварительно сверлю отверстия диаметром 4 мм. Тут уже никаких разметок болгаркой. Режу точно по маркерной разметке. Работаю с плазмой впервые. Но если уже есть навыки резки газом, то тут все еще проще. Единственное, в тот момент еще не настроили аппарат нормально. Так что облой оставался приличный. После все это великолепие надо почистить. На помощь приходят фибровые и лепестковые диски. Как видите, края я оставила такой неопрятной формы, потому что это вполне сочетается с общим стилем моего будущего светильника. Если закажете детали на лазере, получите идеальный контур. На чистке работа с крыльями не закончена. Им надо придать жизни. Для этого грею их в гарне и выколачиваю полусферой. Это можно сделать как на кузнечной плите, так и на роге на ковальне. Стараюсь гнуть аккуратно, чтобы рисунок не повело. В конце убираю оставшиеся видимые следы очистки при помощи корщетки. Пришло время из безжизненных шариков-подшипников сделать пронзительные жабьи очи. Для фиксации шарика у меня такая вот импровизированная подставка, сваренная из толстостенной трубы и куска железа. Все это фиксируется с трубциной к сборочному столу в моем случае. Но вы можете зафиксировать подставку в стуловых тисках или в качестве подкладного инструмента на наковальне. Беру зубило для горячей рубки и просто вбиваю его в подшипник, грея он и газом. Таким вот чеканом делаю ноздри, сначала наметив, а затем уже основательно. Тут лучше всего попросить кого-нибудь подержать заготовку клещами, так как струбциной зафиксировать полусферу проблематично. Отрезным диском подрезаю рот по разметке. Тут важно оставить металла для следующей правки симметрия лепестковым диском. Заодно подравниваю неровности на лапах, подготавливая все детали к сборке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Керню и сверлю отверстие для подшипника в глазах. После вытяжки металл нагартовался и сверло идет очень туго. Оторжгла эти места, дав им остыть естественным образом. На помощь пришло ступенчатое сверло, которое пробурилось сквозь металл, как по маслу. Теперь настало время сборки. Наконец-то! На этом этапе края плафона и места, где он соприкасается со столом, лучше заклеить малярным скотчем. Это убережет стекло от царапин. Я была чересчур невнимательна, но в этот раз пронесло. Никаких серьезных повреждений после сборки на плафоне не осталось. Но все же лучше перестраховаться и укрыть плафон брезентом или мокрой тряпкой. Быстро ставлю прихватки только сверху лап. А затем, когда все прихвачено крепко, вынимаю плафон и прихватываю лапы с обратной стороны. Тут надо внимательно следить, не попадет ли сварка на места примыкания плафона к металлу. А то потом придется ее чистить напильником или бормашинкой, если такова и имеется. Теперь изготавливаю крепление для плафона. Для этого беру купленную в строительном магазине ось и оформляю ее шляпку. Мне надо, чтобы шляпка была плоской и неприметной, так как жаба будет опираться на ось в том числе. Также счищаю лишнее, в моем случае утолщение у шляпки, чтобы ось вставлялась в отверстие полностью. Нахожу центр моей полусферы при помощи карандаша и той же оси с гайкой, подчертив несколько линий, опираясь на разные точки окружности и привариваю гайку. Чтобы отмерить, сколько отрезать лишнего, использую угольник. Для этого вставляю ось, не забывая про шайбу, которая будет надежно распределять нагрузку по стеклянному плафону. Предотвращаю сколы. Закручиваю и измеряю лишнюю длину. Здесь спокойно можно оставить допуск в 1-2 мм. Высота гайки это нивелирует. Подчищаю прихватки на лапах. Для этого использую отрезной диск. Да-да, иногда им можно зачистить очень аккуратно, но нельзя при этом давить, а то прорежете лишнего. Прикладываю крылья и обвожу их у основания, чтобы просверлить отверстия для сварки. Тут тоже, кому как нравится. Располагать их можно под любым углом. Но важно помнить, что в центре с обратной стороны будет располагаться гайка для оси. Сверлю предварительное отверстие диаметром 4 мм. Почему пока только предварительное? Сначала буду наваривать фактуру и не хочу, чтобы в отверстие налипло окатышей. Для этого размечаю маркером такие вот круги в хаотичном порядке. У меня фактура будет на спине и лапах. А теперь закрываю кислоту и как бы навариваю по автоматам фактуру. Тут можно прям дать себе волю и фристайлить от души. Престайла! Ракамакафо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шкуры жабы обретают форму. У меня получилось довольно аккуратно, но можно было и вообще устроить полный хаос. Работу бы это не испортило. Фактуру с похожим эффектом можно наваривать и дуговой сваркой. Если хотите об этом подробнее, пишите в комментариях, покажу. После чистки фактуры корщеткой местами сглаживаю ее лепестковым диском, чтобы придать живости. Не забыть поставить свое клеймо. Теперь можно и рассверлить отверстие до нужного диаметра. Использую для этого сверло восьмерку, так как мне нужно, чтобы концы крыльев можно было подварить с обратной стороны. Перед тем, как начать сборку, привариваю глаза и гайку, которая будет держать крепление для патрона. Важно следить, чтобы отверстие для крыльев с их будущим окончательным диаметром не находили на гайке. Обратите внимание, что лампочка должна быть крохотной. В моем случае она чуть ли не равна диаметру стандартного патрона Е27, чтобы все сошлось. Еще важный момент, что я упустила до общей сборки. Желоб для провода. Вообще, изначально хотела сделать его в другом причинном месте, но потом передумала. Однако теперь болгарка для прорези там уже не подходила из-за размера. Так что протачивала желоб гравером. Его также можно сделать и круглым напильником. Подчищаю сварку, хоть в этом и нет необходимости. Просматриваться внутренности не будут. Просто дань моему перфекционизму. Привариваю крылья, заранее чутка подогнув концы на наковальне, чтобы легче было придерживать деталь рукой. Сначала ставлю прихватки, если надо чуть подкорректировать положение крыльев. Они позволяют это сделать. А потом уже завариваю основательно. С лицевой стороны соединение выглядит красиво. Но я все же ставлю две аккуратные точки для надежности и зачищаю их. Крылья временно подняты для того, чтобы их покрасить снизу для защиты от ржавчины. Использую черную матовую краску для металла. Ну а пока краска сохнет, руки-то чешутся. Внезапно решила добавить незапланированный элемент. Два цветочка, чтобы прикрыть верхний переход к телу на передних лапах. Беру для этого 14-й квадрат. Заленилась делать обжимки всего для двух деталей, так что обжимаю вручную на наковальне, используя подкладной инструмент. Отступ от конца где-то миллиметров 20-25. Теперь надо разогнать цветок. Беру такой вот инструмент и снова фристайлю. Особой системности в нанесении узора нет. Просто делаю так красиво, как могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Получается бесформенное нечто, но это не беда. Можно оформить цветок болгаркой. Сначала размечаю лепестки, а затем подрезаю лишний металл, доводя линии лепестковым диском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С конца оставляю где-то миллиметров 20-30 для оттяжки стеблей. Молот специфический, очень уставший. Отладка равносильно покупке нового, так что пока работаю на нем редко и все никак не могу привыкнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С горем пополам стебли оттянуты. Подгибаю их по форме передних лап, проверяя, как ложатся на свое предполагаемое место. Потом мне вдруг захотелось сделать стебельки такой рубленной формы. Обычно этого можно достичь при помощи молотка и рога на ковальне. Но на уже согнутых быстрее было придать нужную форму болгаркой с лепестковым диском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привариваю с обратной стороны и делаю финальную подгонку стеблей уже по скульптуре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиксирую стебли на концах сваркой и срезаю небольшую лишку. Осталось почистить всю скульптуру корщеткой, и она готова для финишного покрытия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце опускаю крылья. Опять захотелось их подкорректировать, так что слегка нагрела и вывернула в плоскости. Потом это место надо будет прокрасить по возможности. Изначально я хотела красить жабу в черный, а потом счищать лишнюю краску и лачить. Это мой обычный метод финишного покрытия. Но затем для разнообразия я все же решила использовать давно проверенный метод. Черная краска и патина. Покраску всегда начинаем с изнанки. Обратную сторону скульптуры под плафоном крашу серебряной краской для металла, чтобы свет от лампочки отражался лучше. После того, как все тщательно прокрашено и краска высохла, можно патинировать. У кузнецов принято использовать для этого специальные краски-патины, разлитые по мелким баночкам. Но по факту достичь нужного эффекта поможет любая краска, нанесенная сухой кистью. Я использую акриловый пробник цвета окислившейся бронзы или меди, который обошелся мне в 50 центов на распродаже. Ну и еще медную акриловую краску металлик, самую обычную для рисования. На картонке растираю немного краски до сухого состояния и наношу на скульптуру легкими круговыми движениями кисти. Чтобы понять, как лучше это делать, можно сначала потренироваться на изнаночной стороне. Да и бояться сделать лишнее движение не стоит. Всегда можно снова все покрасить черно и запатинировать заново. На ребрах скульптуры нажимаю на кисть чуть сильнее. Где хочу цвета поярче, добавляю еще слой. После зеленого делаю все то же самое, используя уже медную краску. Равномерно распределяю цвет небольшими акцентами. Теперь осталось приклеить шайбу к плафону, чтобы прикрыть сколы бэушности и защитить его от новых. Для этого использую двухкомпонентную эпоксидку, которую можно найти сейчас даже в супермаркете. Креплю лампочку с патроном на специальный хомут из строймагазина. Прокладывая провод в желоб, закручиваю ось. Если полусфера была подогнана под плафон четко, то примыкание должно быть плотным и все будет держаться крепко. Продолжение следует... Продолжение следует... Как вам такой формат видео? Хотели бы больше подробных роликов? Делитесь впечатлениями в комментариях. Отдельное спасибо моим бустерам. Благодаря вашей поддержке у меня гораздо больше вдохновения творить и создавать новые видео. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова